Спасибо большое, уважаемый Вячеслав Андреевич, уважаемые коллеги. Действительно, вот эти полтора дня мы обсуждаем новые стандарты лечения. И мы с вами свидетели того, что каждый год регистрируются и новые показания, и новые препараты. И только в нашей стране более чем уже по 12 показаниям зарегистрированы иммуно-онкологические препараты в других странах. Их еще больше, и сегодня по разным данным до половины всех онкологических пациентов получают терапию иммуно-онкологическими препаратами. Каковы современные тенденции? Мы тоже, в принципе, с вами их знаем. Это не только регистрация новых препаратов и новых показаний, но это переход от монорежимов иммуно-онкологических препаратов к комбинированным режимам. И сегодня зарегистрированы комбинации и нескольких иммуно-онкологических препаратов, в частности, неволумаба и эпилемумаба. Зарегистрированы комбинации использования иммуно-онкологических препаратов с химиотерапией, с таргетной терапией, с лучевой терапией. При этом, так сказать, акцент от использования иммуно-онкологических препаратов при активной метастатической болезни переходит уже в адювантные и невоадювантные режимы. И поэтому, конечно, каждый практический онколог, который занимается лекарственным лечением, безусловно, должен обладать знанием и опытом использования иммуно-онкологических препаратов. А это подразумевает показания и противопоказания, особенности реализации ответа на терапию иммуно-онкологическими препаратами и, конечно же, осложнения и способы их купирования. И вот механизмы развития иммуно-опосредственных нежелательных реакций, с одной стороны, мы уже очень много знаем об этом. В то же время процесс этот идет дальше, и появляются какие-то новые сведения. Ну, что мы знаем? Что такая чрезмерная активация иммунной системы может быть направлена не только на опухоль, это то, чего мы хотим добиться, но и на собственные ткани и органы. Среди известных сегодня механизмов развития это тот факт, что Т-клетки активируются, вернее, что и опухоли, и собственные ткани могут обладать общими антигенами, и поэтому ответ иммунный направлен и на опухолевые антигены, и на антигены нормальных тканей, так называемая перекрестная реактивность. Это может быть увеличение на фоне активации иммунной системы уже предсуществующих ранее аутоантител, это рост провоскополительных цитокинов, и это увеличение комплимента посредованного воспаления посредством прямого связывания антител против CTLA-4, которые экспрессируются на нормальных тканях. Но еще раз говорю, что механизмы эти изучаются, и, возможно, мы будем какие-то новые факты иметь, но самое главное, мы понимаем, что практически нет специфичности в развитии иммуно-опосредственных нежелательных реакций, и любые абсолютно органы, системы могут попадать вот под такую иммунную атаку. И очень важно отметить, что если, да, большинство пациентов все-таки переносят эти и саму иммунотерапию, и развившиеся иммуно-опосредственные нежелательные реакции, переносят их, так скажем, без каких-то серьезных осложнений, но при несвоевременном выявлении, при неправильном лечении и просто у отдельных пациентов иммуно-опосредственные нежелательные реакции могут быть серьезными и жить неугрожающими. Вот об этом, конечно, надо помнить. Сегодня много нерешенных проблем. Да, казалось бы, мы много знаем, сегодня и много умеем. Ну, во-первых, что мы видим? Расширяется спектр иммуно-опосредственных нежелательных явлений, и в последнее время очень много говорят и про осложнение со стороны сердечно-сосудистой системы, в частности миокардиты, осложнение со стороны органов гемопоэза, в частности, анемии, тромбоцитопении и так далее. С увеличением количества пациентов, которые получают иммуно-онкологическими препаратами, мы сталкиваемся с тем, что то, что те нежелательные явления, которые мы раньше считали редкими, сегодня они перестают быть редкими, и поэтому практически онкологи должны, иметь представление не только о лечении таких уже хорошо нам знакомых осложнений, но и осложнений, которые действительно на практике встречают редкими, но это не значит, что мы с ними не можем встретиться. И мне кажется, очень важно, что мы сегодня во всех конференциях отдельно, как правило, вот эти редкие осложнения, они идут таким отдельным сообщением. К сожалению, пока у нас отсутствуют предсказательные маркеры развития тяжелых форм иммуно-опосредственных, нежелательных явлений, а мы с таким вот течением действительно у отдельных пациентов сталкиваемся. Мы не совсем понимаем, почему рефрактерность развивается к терапии стероидами, а это сегодня основной метод купирования иммуно-опосредственных, нежелательных явлений. Ну и, конечно, при некоторых осложнениях все еще достаточно высокая смертность, в частности, премия аккордитов, она достигает 40%. Конечно, с момента разработки первых препаратов, а первым таким препаратом нового поколения стал эпилемумаб, развивались, совершенствовались алгоритмы управления иммуно-опосредственными, нежелательными явлениями. И первые такие алгоритмы были включены в протоколы клинических исследований эпилемумаба, затем на арену в клинических исследованиях вышли антипедиантитела, это не влумаб и пембролизумаб, соответственно, протоколы уже обогащались новыми знаниями. Ну а дальше, после регистрации уже иммуно-онкологических препаратов, к разработке этих протоколов подключились и крупнейшие онкологические центры, и ведущие мировые медицинские организации, такие как ВЭСМО, НССН, АСКО. И, ну, отрадно, что и наши российские общества, это российское общество онкологов-химиотерапевтов и российское общество специалистов по поддерживающему лечению, также не остались в стороне, и у нас сегодня есть наши собственные практические рекомендации. И важно, безусловно, что помимо того, что мы, так скажем, образуем наших врачей, причем не только онкологов, но и врачей других специальностей, о чем чуть позже я скажу, очень важный момент связан с доведением вот всех тех особенностей, которыми сопровождается проведение терапии иммуно-онкологических препаратов до самих пациентов. Потому что, конечно, борьба с иммуно-опосредственными реакциями – это командная работа. И здесь очень важная роль, безусловно, отводится врачу, его опыт и знания – это первый ключ к успеху, но не менее важно – это образование пациентов. Потому что именно пациент первым обращает, будучи правильно информированным, именно он должен первым обратить внимание на то, что с ним происходит что-то новое, неожиданное, необъяснимое или ухудшаются предсуществующие симптомы. Безусловно, он должен вовремя об этом сказать своему лечащему врачу, а для этого он должен находиться под постоянным наблюдением, причем наблюдение – это не должно оканчиваться с окончанием терапии, должно продолжаться, но не менее хотя бы полугода после окончания иммунотерапии, потому что мы тоже хорошо знаем, что такие осложнения могут развиваться не только на фоне терапии, но и после ее окончания. Ну и, конечно, важный, безусловно, момент – это вот эта коммуникация правильная, своевременная между врачом и пациентом. Ну и последнее – это все-таки работа, коррекция иммуно-посредственных нежелательных явлений, согласно разработанным алгоритмам. К сожалению, не только в нашей стране, но и во многих странах здесь еще есть достаточное количество проблем. Ну, о том, что иммуно-посредственные реакции не специфические, мы уже тоже хорошо понимаем, и очень важно вовремя привлечь к лечению, так сказать, наших коллег, представляющих другие специальности. Конечно, особенно при тяжелых, при каком-то нестандартном течении таких осложнений, работать должна мультидисциплинарная команда, и вот очень важно нам сейчас уже иметь хорошие контакты с специалистами практически всех основных направлений во внутренней медицине, для того, чтобы мы своевременно могли подключаться к лечению тяжелых осложнений или осложнений, не поддающихся стандартной коррекцией. Ну, в принципе, с основными принципами управления мы хорошо с вами знакомы, мы уже поняли, что это такая совместная работа и медицинского персонала, и пациента, что это требуется, такая очень четкая координация взаимодействия между пациентом и доктором. Безусловно, залог успеха лечения иммуно-опосредственных нежелательных реакций – это их раннее выявление, это использование всех современных методов диагностики для того, чтобы исключить и другие причины, которые могут по течению напоминать иммуно-опосредственное осложнение, и, безусловно, это своевременное вмешательство и использование всех рекомендаций с включением не только стандартной терапии кортикостероидов, но и по показаниям других уже следующего такого этапа иммуносупрессии. Ну, надо остановиться все-таки о том, есть ли какие-то особенности обследования пациента перед иммуно-терапией. Ну, безусловно, мы должны тщательно анамнез изучить, хотя сегодня надо уже сказать, что ни аутоиммунные заболевания, ни эндокринные нарушения, ни патология желудочно-кишечного тракта, ни вирусные заболевания, мы это видели и слышали из предыдущей сессии, да, не являются такими однозначными стандартами. Это на самом деле, вот когда мы только начинали участвовать в клинических исследованиях, да, то очень хорошо помним, что ни пациенты с гепатитами, там, с аутоиммунными заболеваниями не могли включаться в клинические исследования сегодня, такие пациенты тоже могут и должны получать иммуно-онкологические препараты, безусловно, необходимо взвешивать каждый раз риск и пользу. Также важно выяснить и вопрос о приеме сопутствующих препаратов, в том числе и иммунодепрессантов, антивирусной терапии. Вот, безусловно, это все важно, но физикальный осмотр основы основ. Есть особенности, безусловно, в лабораторной оценке, потому что именно пациенты, которые получают терапию иммуно-онкологическими препаратами, особенно комбинированные режимы, нуждаются не только в общем анализе крови, но и в развернутом биохимическом анализе, который включает и ферменты, так сказать, описывающие нам, безусловно, функцию печени. Очень важно оценить ряд гормонов. Так стандартно считается обязательная оценка гормонов щитовидной железы, поскольку это одно из наиболее частых осложнений со стороны эндокринной системы. Но по показаниям мы видим, что возникает иногда необходимость и использование широкого спектра других гормонов. Мы также должны обратить внимание и оценить функцию сердца, функцию легких. Ну, это такие, в общем-то, более-менее стандартные вещи. В процессе терапии тоже очень важно проводить очень тщательное, лабораторное, прежде всего, обследование пациентов, потому что целый ряд иммуно-опосредственных нежелательных явлений не имеет клинической симптоматики. Мы можем видеть их только по изменению лабораторных показателей. Рекомендуется продолжать оценивать функцию щитовидной железы, ну и проводить, безусловно, оценку противоопухолевого эффекта. И еще раз хочу подчеркнуть, что пациенты должны наблюдаться и после окончания иммуно-онкологической терапии. Так, основной метод лечения иммуно-опосредственных осложнений – это использование стероидов. На что здесь хотелось бы обратить внимание? Во-первых, существует несколько дозовых режимов преднизолона или метилпреднизолона, которые мы используем в зависимости от степени тяжести того или иного осложнения. И вот здесь есть как режимы с использованием низких доз, как правило, это 0,5 или 1 мг на килограмм. К таким режимам мы прибегаем, когда иммуно-опосредственные нежелательные явления, ну, как правило, легкой или такой средней степени тяжести. Но есть и, возникает необходимость использования, и более высоких доз преднизолона, в частности, это уже 1-2 мг на килограмм. Как правило, такие режимы используются вдотревенно при более серьезных осложнений. Есть, доза может быть повышена до 3-4 мг на килограмм при необходимости по показаниям. И в некоторых рекомендациях есть и использование пульс-терапии метилпреднизолоном в дозе 500 и даже 1000 мг на килограмм. Конечно, это в течение 1-2-3 дней. И вот очень важно вот это правило 3 дней, которое на практике мы, как правило, об этом забываем. Если мы начали с вами лечить, ну, нетяжелое осложнение, скажем, диарею, да, небольшую, низкими дозами преднизолона, и мы не увидели ответа, то есть не уменьшилось количество эпизодов диареи, может быть, оно и не увеличилось, но не произошло клинического, как минимум, улучшения, необходимо рассмотреть вопрос о повышении дозы. Повысили дозу, диарея усилилась или другое нежелательное явление, рассмотреть вопрос или еще одном повышении дозы, или подключению к преднизолону других иммуносупрессорных препаратов. Важный вопрос длительности лечения. Тоже уже, в принципе, мы хорошо знаем, но тоже не всегда используем на практике. Как правило, быстрое снижение дозы не рекомендуется из-за риска рецидива или ухудшения этого осложнения. Поэтому только медленное снижение дозы в течение как минимум 30 дней, а в некоторых случаях пациенты нуждаются и в более длительной терапии 4-6 недель. И важно помнить о профилактике осложнений. Это прежде всего профилактика гастрита и стероидных язв. Риск повышается при одновременном использовании стероидных противовоспалительных препаратов антикоагулянтов. Поэтому независимо от дозы пациенты, которые получают стероиды, должны получать ингибиторы или протонные помпы, или H2-облокаторы. Существует риск развития протонистических инфекций. Считается, что он возникает при дозе преднизолона больше 20 мг и длительности лечения больше 4 недель. Поэтому помнить о том, что нам надо проводить профилактику прежде всего при мацистной инфекции и грибковой инфекции. При длительном использовании стероидов мы должны помнить о риске развития остеопороза. Поэтому пациентам следует назначать и препараты кальция, и витамина D. Безусловно, мы назначаем стероиды из-за тех важных иммуносупрессивных эффектов, которые нам нужны при чрезмерной активации иммунной системы. Но очень важно помнить о достаточно большом спектре осложнений уже самой терапии стероидом. Соответственно, и врачи должны об этом помнить, и пациентам надо об этом сообщать, и вовремя выявлять эти осложнения, и также пытаться проводить их коррекцию. Ну и сегодня у нас все-таки в арсенале появляются и более, так скажем, современные препараты. И хотя стандарт терапии первой линии, как правило, это всегда стероиды, но нередко возникает необходимость использования препаратов других классов при стероидорефрактерных осложнениях. Такими препаратами, безусловно, являются ингибиторы, факторы некроза опухоли. Кроме инфлексимаба у нас сегодня есть и несколько других препаратов. Достаточно активно используются при стероидорефрактерных осложнениях препараты, относящиеся к группе интерлекина, в частности, тоцелезумаб, препараты типа ведолезумаба, сиролимуса. Вот важно помнить, что у нас есть такие препараты, и они должны быть использованы в тех случаях, когда мы имеем дело со стероидорефрактерными осложнениями. Если говорить о возобновлении терапии, стандартно терапия может быть продолжена после временной отмены, как правило, при первой, второй степени выраженности. При четвертой степени выраженности у большинства пациентов терапия отменяется иммуно-онкологическая, я имею в виду. При третьей степени выраженности, как правило, рекомендуется отмена, но возможно у отдельных пациентов рассмотреть вопрос о продолжении терапии. Но все-таки в некоторых руководствах отдельно выносятся показания для отмены иммунко-онкологических препаратов, и к таким показаниям относятся увииты и другие нарушения зрения, даже второй степени тяжести, если они не отвечают на местную терапию кортикостероидами. Это осложнения третьей и более степени тяжести, такие как диары, колит, нейропатия, пневмонит, бронхоспазм и некоторые другие. Это подъем печеночных ферментов больше 5 норм, хотя в отдельных случаях мы можем все-таки думать о продолжении терапии. И очень важно, хочу обратить внимание, это одновременный подъем печеночных ферментов больше 3 норм и подъем пилирубина больше 1,5 норм. Вот такой одновременный подъем пилирубина и печеночных ферментов – это показания для отмены. Это может быть любое нежелательное явление, которое привело к задержке лечения 6 и более недель, за исключением длительности терапии стероидами или какие-то другие причины. О возобновлении, насколько оно опасно, вопрос сегодня окончательно не решен, но о чем важно помнить, что терапия может быть продолжена пациентам даже после тяжелых осложнений, но наиболее часто наблюдаются рецидимы именно клинически значимых осложнений, такие как колиты, гепатиты, пневмониты, поэтому, безусловно, такие пациенты требуют особого внимания. Если говорить о частых осложнениях, ну, наиболее часто это уже тоже хорошо нам знакомые, дерматологические нежелательные явления со стороны печени и желудочно-кишечные. С дерматологическими нежелательными явлениями мы, как правило, справляемся хорошо, потому что тяжелых осложнений мало, но, тем не менее, мы тоже должны помнить о том, что редко, но встречаются и токсические эпидермальные некроли, болезнь лаэла и некоторые другие, поэтому даже обычный дерматит, безусловно, требует тщательного мониторинга. Но, как правило, хватает местного использования кортикостероидов и антигистаминных препаратов. Алгоритм введения тоже, в общем-то, достаточно простой. При первой и второй степени мы можем продолжать иммунотерапию, назначив симптоматическое лечение, но при третьей и четвертой мы должны приостановить, добиться улучшения, при четвертой, как правило, отменить. Диарея и колиты. Вот это, безусловно, во-первых, это достаточно частое осложнение, особенно диарея. И колиты, безусловно, имеют клиническую значимость. Частота их не так велика, но при использовании комбинированной иммунотерапии она повышается уже до 20%. И при несвоевременном выявлении, конечно, колиты могут ввести и к перфорации, и к смерти пациентов. Поэтому к любому пациенту, у которого возникла диарея, требуется очень тщательное внимание и очень тесный контакт, потому что из простой банальной диареи в любой момент она может привести к развитию осложнений. Здесь тоже, в общем-то, алгоритмы введения достаточно хорошо известны, но вот здесь я хочу обратить внимание, что уже при второй степени, а это диарея 4-6 раз в день, уже современные алгоритмы говорят нам о том, что мы не можем продолжить иммунотерапию, мы должны сделать перерыв, мы должны при сохранении диареи уже рассмотреть вопрос назначения преднизолона, и вопрос симптоматического лечения, он сегодня пересмотрен, и в принципе не рекомендуется назначать антидиарейные препараты, которые могут сгладить клиническую картину и не позволить нам правильно оценить степень выраженности диареи. Ну и при третьей-четвертой степени диареи, как правило, это отмена иммунотерапии, высокие дозы стероидов, и при отсутствии улучшения использования других препаратов, в частности инфлюксимаба. При стероид-рефрактерном надо заканчивать, но здесь еще раз обращу внимание, что при стероид-рефрактерном колите мы должны использовать другие препараты. Здесь, к сожалению, есть определенные проблемы, потому что не всегда пациенты получают такую терапию, иногда достаточно длительно такая возникает задержка, а современные рекомендации предлагают нам начинать использование этих препаратов уже в течение первых 10 дней от начала диареи. Да, важно сделать тест на туберкулез, и эти препараты не используются при сепсисе, при активной инфекции. Хотела бы обратить внимание еще все-таки на важность колоноскопии, потому что не всегда клиническая картина коррелирует с данными колоноскопии, а именно эндоскопическая ремиссия – это лучший предиктор излечения данного нежелательного явления. Про гепатотоксичность мы говорили, у большинства пациентов она бессимптомно протекает, поэтому нам очень важно перед каждым введением оценивать биохимические показатели. Но здесь мы должны помнить, что при рефрактерности к стероидам мы как раз препараты класса ингибиторов фактора некроза опухоли не используем, а используем другие иммуносупрессоры совместно со стероидами. В заключении, да, мы знаем, что использование ингибиторов иммунного ответа ассоциируется с новым классом иммуноопосредственных нежелательных явлений. В большинстве случаев они управляемы и обратимы при использовании современных алгоритмов и купируются у пациентов. Но очень часто эти нежелательные явления возникают вроде бы в первые месяцы лечения, но риски их развития в последующей и даже при отмене терапии также достаточно высоки, поэтому пациенты требуют длительного лечения. Основной метод купирования стероидов с длительным постепенным снижением дозы, но важно помнить и о других иммуносупрессорных препаратах, которые мы должны использовать при развитии рефрактерного состояния. Благодарю за внимание. Продолжение следует...